Всем хай, с вами Евгений, последний смотритель маяка, потому что он ушел под воду, и я не понимаю, что произошло, и руководство требует от меня сейчас дать показания, а я не уверен, не уверен, что я точно помню, как все было, но если я не вспомню, не видать мне оплаты, не видать креветок, так, давайте напряжем память. Субтитры сделал DimaTorzok И нашел еще один жетон с глазом, я поспешил домой, чтобы вставить жетон в сундук, я отчетливо помню, как я не брал распятия, и не убирался в хижине, хотя мне сказали это сделать, помню, как я был обходителен с чайками, я не хотел их напугать, и поэтому аккуратненько подходил, хватит зиговать, хватит зиговать чайки! Затем я забрался высоко-высоко, чтобы почистить стекла маяка, чтобы если вдруг начальство будет мимо проплывать, это увидело, какой я чистюля. В хижину-то он не будет заглядывать, да? Затем я помню эти вонючие говномазки по стене маяка, и мешки пропали куда-то, и мне пришлось таскать эти тяжеленные мешки по одному три раза, и пока я спокойно себе таскал эти мешки, какая-то тварина вдруг внезапно погналась за мной, я бежал, что есть мочи, и мне казалось, что я как будто бы вижу из ее глаз, но я успел удрать. Потом я набрался храбрости, сразу секунду буквально ссыканул, а потом вышел такой, ну где ты? Ее не было, убежала, и я снова начал таскать мешки, работать-то надо. Когда я принес все мешки, я запустил механизм, а потом случилось опять нечто странное, отчетливо помню сейчас. Помню, как мухи облепили внезапно стекла, сжжение гул становились все громче и навязчивее. А-а-а, так я только еще больше наушники в ухо засовываю, еще громче. Но потом они внезапно исчезли, и маяк погас. Да, я слышу шаги, я помню, мерзкие шаги. Как будто бы кто-то выдавливает очень-очень большой фурункул. До сих пор слышите звуки. И потом я проснулся, а на улице дождь, и я все тот же, тот же красавчик, что и был до этого. Немного грязно, правда, было. Потом мне внезапно захотелось покопать. Я взял лопату, а потом я нашел листок бумаги, на котором нарисована была лопата. Или это было наоборот. Я выкопал кучку за маяком и нашел медальон еще один. Я тут же поспешил домой, чтобы вонзить его в свой сундучок. Остался всего лишь один медальон. Я помню, где я его нашел. Но прежде чем я его нашел, произошло что-то еще крайне неприятное. За мной погналась тварина вновь. Она настигала меня. Но я каким-то образом давал деру. Я не знаю, страх, видимо, дает скорость. Ай, как я бежал. Куда я бежал, только вот я не помню, домой? Или в сарай? Или в сельский сортир? Да, помню. Помню этот запах. Он до сих пор не вымывается. Но я продолжил свои раскопки. И я храбро вернулся в то место, где на меня напала эта тварь. И раскопал последнюю кучку. Где я как раз-таки и нашел то, что искал. Лейку и ключик. И вот так вот я вернулся на маяк. Мне надо было продолжать работу, несмотря на что. Я списывал это на бред, на галлюцинации. Последствия того, что я целый день, а то и меньше, находился один. Одиночество, оно очень пагубно влияет на вас, ребят. Да, вы слишком одиноки. Потому что вам кажется, что вы смотрите какого-то чувака на YouTube, которого зовут Юджин. А его не существует. Вам надо чаще выходить на улицу, знакомиться с людьми. Вы сходите с ума от одиночества. Я наполнил бак маслом, и маяк снова заработал. Но маяк остановился. Мне пришлось заново, блин, крутить этот рычаг. Потом я вот помню, что я не мог почему-то выйти из маяка. Может, надо было наполнить еще маслом? Надо было. Он опять потух. Да, я так и помню все. Но благо я подготовился, и... Куда делось? Я прям помню, как я наливал чертово масло. Вот. Я налил его в итоге, и у меня все получилось. Потом маяк опять перестал работать. Почему? Кто-то ломился из подвала. Куда-то подевались все бочки. Мне пришлось спуститься, чтобы проверить. Мне было очень страшно. Но я знал, что мне надо работать. Почему вы заставляете меня это вспоминать? Зачем? Затем я снова запустил механизм. И налил масло в бак. На следующий день я проснулся от четкого сознания, что кто-то ходит по моей крыше. И крыша обвалилась. Сундук уже просился мне в руки. Мне осталось только найти последний жетон. Внезапно в память врезался этот звук. Я его вспомнил. Это был туманный день. И в первую очередь я решил проведать маяк. Оказалось, что уже кто-то включил музыку. А, ну это потому, что я будильник ставил на 8 утра. Я решил сходить наверх, подержать воздухом, пообщаться с чайками. Склонитесь передо мной чайки. Поклонитесь, вот. Молодцы. Почему Джонни не смотрит на меня? Чайка надавала мне по щам. А, я просто жвачку здесь прилепил. И она еще не может отклеиться. Уж прости. Ничего не поделок. Ты будешь жить в страданиях. Да, да, да. Я прекрасно помню, как это было. Не хочешь выпить? Помогает. Я каждый день это пью. Такие сны дивные снятся. Но я, собственно, здесь за этим. Ничего, дружище. Еще пару минут, и тебе перестанет быть ужасно страшно. Ты привыкнешь. Привыкнешь быть здесь один, на этом чертовом маяке, как я. Это был последний жетон. И я поспешил домой, чтобы вставить его в сундук. Потом я его открыл. А там была двустволочечка, которая не отражалась в зеркале. Вампирская двустволочка, как минимум. И я знал, что теперь, когда я встречу тварь, мне будет чем ей ответить. Я заделал крышу. Не я ее ломал. Заметьте, не надо с меня это списывать. И когда совсем стемнело, я снова отправился на маяк. Я включил маяк, приготовил ружье и стал ждать. И вот сейчас помню, прям вот помню, что было именно так. Я спустился и убил человека-комара, которого я тут же... Погодите. Вот, убил. Да. Он корчился от боли. Я обоссал его труп. И потом... Потом началось что-то еще. Я вспоминаю. Кто-то... Кто-то... Что-то... Что происходит? Чайка. Ну, все, сейчас... А, наконец-то я отлипла. Опа, маяк упал. Да-да-да. Так все и было. А тот смотритель маяка остался... Там, живой. Вот такая была у меня вот такая вот история. Да, все вот так и было. Никак по-другому. Я сказал про лабиринт. Не было? Нет. Что? Вы мне не верите? То есть вы поверите в историю, где я был стрёмным человеком-комаром, который гнался за мужиком? Ладно, расскажу, как было по-настоящему. В общем, помню, как я иду, я по канализации. Монстр пробежал мимо и не увидел меня, потому что не взял лампу. Взял себе за правило всегда идти направо. И нахожу вот эту дырень. Снова бегу направо. Оказались в коломенном зале. Идем налево. Направо. Ой, то есть сюда, сюда, сюда. И валим, 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 валим. А то этот ворюга уже близко. И пришел, блин, назад. Вы офигели? Что-то я не то вспомнил. Окей, пробуем еще раз. И потом я нашел нужный мне проход. И там сзади монстр начал бежать на него вниз-вниз. Было страшно. Потом я зашел в храм Ктулху. Это я точно помню. В этом храме я зажег костры. Я помню, как видел на стене мерзких ползучих гусениц. Целый ряд личинок, которые уходили туда куда-то вниз. А, все стены были в них. Затем я поместил медальоны в сундук и открыл его. И оттуда вылетела моль. А потом я помню, как... Дурацкий сон мне пристился. Как будто я человек, который приехал работать на маяке. Представляете? Мне личинки Ктулховской пристился такой сон. Ох. Бывает же такое. И хоть это и абсурд, но я решил посмотреть. На всякий случай не прибыл ли какой-нибудь человек... ...на маяк. Какого хрена... ...кто-то включил маяк? О, черт, босс будет недоволен. Ведь у меня всего одна задача. Одна работа, которую мне поручил. И я должен ее выполнить. Пойду к нему в дом и нагажу ему, чтобы он знал, что надо валить отсюда. Вот тебе. Это предупреждение. А это что такое? О, я впервые в жизни вижу зеркало. Так вот, как я красиво выгляжу, оказывается. Слушаюсь, босс. Слушаюсь. Все понял. Сейчас я сделаю. Задача ясна. Мне надо допортачить ему, как следует. Я уже большая личинка. И несу ответственность за свою работу. Выполняю ее хорошо, чтобы босс был доволен. Вот тебе. Кусь-кусь. Пойду, пойду сожру твои мешки с дерьмом. У меня всего одна задача была. Ладно, я не могу облажаться. Вот, съесть. Помешать человеку. Ном-нем-нем-нем-нем. А теперь в подвал. Но потом в подвале мне стало и плохо, и хорошо одновременно. Я увидел человека. Он продолжал делать свою фигню. Босс сказал тебя грохнуть. Иди сюда. Ну стой, блин. У меня целых шесть ног. Как ты умудряешься бежать быстрее меня? Я мчался за человеком, мчался. Но, сволочь. А, босс не орит. Нет. Да, я согласен. Я плохой. Я исправлюсь, босс. Этот человек больше не будет включать маяк. Черт. Не. Сейчас босс будет отчитывать опять. Кабинет босса зовут. Черт. Иду, иду, блин. Хорошо, что я один туда иду. Потому что не люблю в лифтовых шахтах находиться с кем-то. Это всегда неловко. Босс, я здесь. Босс, я понимаю, я понимаю, что нельзя, чтобы люди включали маяк. Потому что это тушит. А. Все, все, все. Я больше не запарю наш личный маяк. Иду, босс. Иду. Сейчас все завучу. Сейчас все сделаю. Ну все, человечишка. Ну все, тварь. Босс настроит серьезно. И я тоже. Иди сюда. Скотина такая. Ой. Что это играет такое? Здесь я такое никогда не слышал. Эти необычайные звуки. А потом я обернулся. Этот поганец. Что я сказал? Говно кусок. Что я сказал? Я тебя догоню. А потом я внезапно решил остановиться. По мне вдруг что-то ёркнуло. Я решил вернуться обратно. Клянусь, я никогда в жизни не чувствовал себя так. Не испытывал таких ощущений никогда. Только сейчас. Благодаря этой музыке. Музыка это называется. Если эти существа смогли придумать такое. Может быть они не такие уж и плохие. Может быть мне вообще нафиг оно не надо. В чем величие моего хозяина, если он даже музыку замутить не может. Оно в жопу все это. Этот свет завораживает. Завораживает. И я стоял и смотрел на свет, который погас. Черт. Предыдущий смотритель исчез. Что ж, вот такая у меня история. Не знаю, верите вы или нет. Нет, она не хорошая. Она не закончилась хорошо. Для меня уж точно. Потому что босс таки уволил меня. Уволил и не заплатил. А ведь я очень хотел этих креветок. У меня всего была одна задача. Одна. Субтитры сделал DimaTorzok